Здравствуйте! Вы смотрите новости в эфире телеканала ТДК-42. В студии Сергей Уланов и в начале выпуска коротко о главном. Евросоюз ввел новые санкции против России. Отразится это и на Казахстане, уверены эксперты. Как именно и к чему стоит готовиться казахстанцам? Казахстанцев эвакуируют из Украины. Украино-польскую границу пересекли более 240 граждан Казахстана. Первый репатриационный рейс уже направляется в республику. Евросоюз ввел новые санкции против России. По мере ухудшения ситуации вокруг Украины экономика переживает трудные времена. Отразится это и на Казахстане, уверены эксперты. Как именно и почему мы так зависимы от импорта соседних стран в нашем следующем сюжете. Антироссийские санкции коснулись таких банков, как Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, Россельхоз, Газпромбанк и так далее. Первые три банка имеют филиалы в Казахстане. Они обслуживают и физических, и юридических лиц. Через них мы получаем зарплаты, пенсии. Через эти банки идут пособия и другие платежи. Ну а рубль сегодня рухнул. С утра банки торгуют по 150 и выше за доллар. Евро – 180 рублей. И на московской бирже курс меняется каждую минуту. Такой картины не было ни во время кризиса 2008-го, ни во время крымских событий. Сегодня Центробанк России резко повысил ключевую ставку с 9,5 до 20%. А вот что сказали в Министерстве национальной экономики нашим по поводу курса тенге. Риски для валюты определенные есть. Все, что происходит сейчас с курсом российского рубля, конечно, будет оказывать определенное воздействие на казахстанскую экономику и на курс тенге. Но необходимые меры Нацбанк принял. Вы их видите. А вот наши депутаты уверены, что все это негативно отразится на экономике. Конечно же, влиять это будет не особенно хорошо. Но я надеюсь, что все-таки это влияние будет кратковременным. Я надеюсь, что в ближайшее время все равно обратно отскочет. Когда все более-менее урегулируется. А урегулируется, мне кажется, надеюсь на это очень скоро. А чтобы не было таких рисков, надо развивать национальную экономику, особенно импортозамещение. Потому что сейчас скачки курса бьют по потребительским товарам и по ценам. У нас, во-первых, принят антиинфляционный план. Для этого разрабатывается программа повышения доходов населения. В рамках этих двух программ будут предприняты меры для того, чтобы просубсидировать отечественное производство, увеличить предложение этой продукции, в первую очередь продовольственной продукции. Когда у нас ее будет в достаточном количестве на внутреннем рынке, тогда можно будет говорить о том, что мы в достаточной степени защищены от импорта инфляции из сопредельных стран. Накануне президент России приказал перевести силы сдерживания в особый режим боевого дежурства. Сегодня должен прибыть первый рейс с казахстанцами, эвакуированными из Украины. МИД республики сообщил, что их заберут из Польши. Напомним, первый эвакуационный рейс должен был состояться еще 26 февраля. Однако вылет не состоялся. Казахстанцы по разным причинам, оказавшиеся в этой ситуации, обратились в МИД и посольство за помощью. Стоит при этом понимать, в какой обстановке работают консульства. Оказалось, что в Украине всего 8 дипломатов на всех желающих. Накануне на границе находились 4 автобуса с казахстанцами. В каждом по 40-50 человек. Их, слово, автобус от Киева и любого другого города Украины до польской границы стоит 15-20 тысяч долларов. В посольстве таких денег нет, а переводы не работают. Так что консульства работают за свой счет. За свои деньги почетные консулы отправляют людей домой. Еще помогают неравнодушные граждане и волонтеры. Дипломаты из Варшавы встречают наших на границе. Кстати, в Польше развернуты логеря беженцев. Спасибо нашему государству, консулам. Помогли приехать, перевезли, эвакуировали. Большое вам спасибо. Спасибо. Не знали, что делать. Очень сильно выручили. Благодарность очень большая. Все. Как рассказал посол Казахстана в Украине Дархан Калитаев, когда группа из Киева уезжает в Польшу, то их сопровождают несколько наших дипломатов. 2-3 человека всегда должны оставаться в посольстве. В Киеве в подвале посольства сидят 40 человек, а заявки на эвакуацию растут с каждым днем. По состоянию на 28 февраля, например, украинско-польскую границу пересек 241 гражданин Казахстана. Сегодня эвакуировали 175 человек. Все они прошли регистрацию и уже ночью прибудут в Алматы и в Атарау. Некоторые выразили мнение, что вывоз наших людей начался поздно, но народные избранники поддержали МИД. Я вообще считаю, что все действия нашего Министерства иностранных дел очень компетентны и извешены. А что касается поздновато-непоздновато, да, но согласитесь, события были довольно стремительные и неожиданные, да. Так что я так не считаю. То есть они делают все возможное, и я верю, что у них все получится. Когда разрешится эта ситуация и окончатся ли переговоры миром, пока неизвестно. Но на границе еще остались наши граждане, которые постепенно будут вывезены новыми рейсами. Гульнара Умарова, Олег Писаренко, ТДК-42. 50 дальнобойщиков из Казахстана не могут выехать из Украины. Среди них есть и октябинские водители. На сегодня 11 человек уже направили свои координаты в региональную палату предпринимателей. Из-за стрельбы и взрывов добраться до белорусской или польской границы они не могут и ждут помощи от казахстанских властей. Лайла Уесова встретилась с грузоперевозчиками, чьи фуры оказались в зоне военных действий. Мы граждане Казахстана, просим правительства Казахстана обеспечить вывод нас из украинской территории. Посты, разрушенные дороги и мосты, стрельба и взрывы. Больше 10 октябинских дальнобойщиков не могут выехать из Украины. Большие грузы разбросаны по всей стране. От Днепра до Киева. Водители живут в машинах, кто в лесу, кто на трассе, кто на стоянке. Многие из них не могут оставить фуры с товаром. Возле российской границы несколько рефрижераторов уже разграбили мародеры. Одна машина стоит возле бомбоубежища, это возле Киева. Постоянно слышат обстрелы. Мы просим нам сделать зеленый коридор для наших автомобилей, вывезти водителей с автомобилями на территорию сопредельных государств, это Белоруссия, Польша, не знаю, Россия. Но какой-то день тишины надо сделать. Нас никто не предупреждал, но мы работали в свою очередь в штатном режиме. К сожалению, остались там. У нас всего насчитывается больше 50 машин. Мы создали группу в WhatsApp, постоянно общаемся с каждым водителем. Не знаем, что будет дальше, или будет еще хуже, или будет лучше. Мы тоже не знаем в ожидании. Компании, занимающиеся международными грузоперевозками, обратились за помощью в региональную палату предпринимателей. На встрече отметили, что есть угроза как для жизни водителей, так и по обязательствам транспортных компаний, в части доставки и сохранности перевозимого груза. Поэтому казахстанская сторона приложит максимум усилий, чтобы помочь соотечественникам вернуться домой. На сегодняшний день поступило в палату предпринимателей 11 сигналов от водителей большегрузных автомобилей, которые находятся на территории Украины. Машины остались как бы без присмотра. В этой связи у нас есть опасения о том, что, возможно, какие-то действия со стороны тех или иных лиц. И вместе с тем мы опасаемся за жизнь наших автомобилистов. Ответ ожидаем на этой неделе. Я думаю, может быть, завтра какие-то уже будут результаты. Пока ситуация не стабилизируется, поставки товаров из Украины приостановят. Из продуктов в Ахтубе завозят мясо домашней птицы, крупы, крахмал, кондитерские изделия, сырый творог. А также лекарственные средства, сельхозтехнику и оборудование для нефтедобывающей промышленности. Из стройматериалов, обои и другие настенные покрытия. Теперь все эти товары подорожают в разы. За прошлый год товарооборот между Казахстаном и Украиной достиг 1 миллиарда долларов. А импорт вырос на 25%. К примеру, только одна актюбинская компания совершает до 25 рейсов за товаром в Украину в месяц. Сегодня в палате предпринимателей Актюбинской области обсудили все возможные варианты безопасного возвращения дальнобойщиков на родину. Грузоперевозчики надеются, что им обеспечат зеленый коридор до границы. Лайла Уэсов, Март Ходайбергенов, телеканал ТДК-42, Актюбе. О сложной обстановке на территории Украины рассказывают и дальнобойщики, которые проезжают транзитом по территории Западно-Казахстанской области. Они сообщают о том, что на приграничных с Украиной территориях многим водителям приходится покидать автомобили и в буквальном смысле бежать в соседние страны. В Украине сложная обстановка. Там сейчас идут военные боевые действия. Границы закрыты. Водители спасаются бегством в Польшу, на территорию ЕС, в соседние страны. Особенно знакомые в группах пишут белорусские, русские машины, водители. Просто покидают и машины оставляют на границе, на таможнях. И собирают вещи и уезжают оттуда. Мы продолжаем выпуск. И вот что вы увидите далее. Низкие тарифы не позволяют провести модернизацию сферы водоснабжения в Западно-Казахстанской области. Аким областного центра сообщил, что на эти цели необходимо порядка 33 миллиардов тенге. Последние дни уходящей зимы текущего года принесли немало погодных сюрпризов. В Уральске из-за оттепели в городе начались противопаводковые работы. В этом году в Урале вновь ожидается маловодие. Об этом было заявлено на совещании в Экемате Западно-Казахстанской области с участием вице-министра экологии и геологии природных ресурсов Казахстана. Он отметил, что в соответствии с разработанным планом до 2025 года на сохранение экосистемы бассейна реки Урал планируется направить 98 миллиардов тенге. Между тем, ситуация в соседней России не лучше. Там мелеет одна из крупнейших рек в мире – Волга. В прежние годы среднегодовой объем стока воды в реке Урал составлял 9,5 миллиардов кубометров. Измерения проводились в течение 100 лет. В 2019 году был установлен антирекорд. Объем стока сократился почти в три раза – до 3,5 миллиардов кубометров. Это привело к пересыханию водоема в Западно-Казахстанской области, дефициту воды для скота, уменьшению территории сенокосных угодий. В 2021 году ситуация не улучшилась, а повторилась. И вот прогнозы на ближайший паводок. К сожалению, по предварительным гидрологическим прогнозам, и в текущем году, скорее всего, продолжится цикл малогодия, особенность реки Жарит в том, что 70% всего годового стока реки Жарит формируется паводка период. В свою очередь, в период у малогодия до 85% всего паводка стока задержится водохранительная как на территории Российской Федерации, так и на территории Казахстана. В прошлом году была утверждена программа казахстанско-российского сотрудничества по сохранению и восстановлению экосистемы бассейна реки Урал. Предусмотрены реконструкции и строительства гидросооружений, восстановление лесов и сохранение биоразнообразия рек. Но ученые отмечают, что на исследования средств не выделяется. В современный период доля стока половодия сократилась до 65% на реке Жарит. Такая же ситуация на реке Елемик. Напомним, что в прошлом году возле набережной обнажилось русло реки Урал. Специалисты заявили об экологической катастрофе и призвали к решению критической ситуации. Роман Копняев, Айбулат-ЖГПР Александр Грабарев, ТДК-42. Низкие тарифы не позволяют провести модернизацию сферы водоснабжения в Западно-Казахстанской области. И речь об этом шла в Акимате региона. Аким Уральска-Батшинбеков сообщил, что на реконструкцию сетей и месторождения подземных вод необходимо порядка 33 миллиардов тенге. Это позволит улучшить ситуацию с водоснабжением областного центра. Сейчас решается вопрос выделения этих средств из бюджета. Отметим, что в Уральске только за три последних года водопотребление выросло на 15%. Всё бы ничего. Но вместе с тем упал уровень воды в реке Урал, откуда брали половину объёма питьевой воды. Поэтому сделана ставка на увеличение забора воды из подземных источников. Но для этого необходимы средства. Месторождения нуждаются в реконструкции. Аким Западно-Казахстанская область Галий Скалиев заявил, что проблема водоснабжения региона всегда находится в центре внимания. И тарифный вопрос поднимается не первый год. Компания Батсуарнасы испытывает постоянный дефицит денежных средств, что не позволяет ей платить достойную заработную плату, проводить оперативные ремонты сетей. Но этот вопрос уже на уровне республики должен быть рассмотрен. После отмены моратории на повышение тарифов, конечно, надо ещё раз обосновывать необходимость повышения тарифов с общественным советом, с общественностью обсуждать, это доказывать. Также на совещании рассмотрели вопрос водоотведения. Акимы районов должны будут рассмотреть возможность приобретения комплексов глубокой биохимической очистки источных вод. Его стоимость составляет порядка 130 миллионов тенге. Роман Копняев, Айбула Джигипар Александр Грабарев, ТДК-42. Около пяти тысяч трудовых мигрантов выявлено на территории Западно-Казахстанской области. Такие данные приводит прокуратура области по итогам последних двух лет. Все они отмечены в правоохранительных органах как трудовые мигранты. По теме незаконной миграции в прокуратуре состоялось заседание Координационного совета, в ходе которого обсудили проблемы по борьбе с незаконной миграцией и их причины. Прокурор области Жан-Досу Миралиев обратил внимание на то, что в современном мире миграция носит глобальный характер, напрямую связан с экономическим, социальным развитием страны. Сегодня основной поток мигрантов в области приходится на Узбекистан и Россию. Правоохранительными органами за последние два года выявлено 4850 трудовых иммигрантов, находящиеся в области. Последние дни уходящей зимы текущего года принесли немало погодных сюрпризов в Уральске. Из-за оттепелей в городе начались противопаводковые работы, спецтехника откачивает воду с улиц. Между тем, в понедельник 28 февраля в регионе были закрыты практически все трассы из-за гололеда. Экстренные службы призывают людей следить за прогнозами погоды. Эти кадры были сняты во дворе многоэтажного дома, расположенного по улице Курмангазы в самом центре Уральска. Упавшая с крыши глыба снега повредила автомобиль. Перепады температур приводят к образованию наледей сосулек, которые угрожают проходящим людям. Уже в выходные сотрудникам коммунальных служб пришлось откачивать талую воду с улиц областного центра. В ТО ЖАИК Тазакала отметили, что работа ведется в круглосуточном режиме. Из города было вывозено 643 тысячи метров кубов снега и 2071 куб воды. Сейчас ведется по откачке. Далее, вот работа ведется. Работает 8 единиц вакуумная техника, 2 дижанец, 6 полеумоющих машин. После дневных оттепелей ударил мороз, и на дорогах образовался гололед. Сотрудники экстренных служб распространили штормовое предупреждение. В понедельник большинство трасс оказались перекрыты. Водителям пришлось ждать, когда дороги вновь откроют для движения. В связи с ухудшением погодных условий, гололеда, тумана, закрытое движение на 4 автомобильных дорогах в республиканском обещании для всех видов транспорта. А также тот же день, по данным управления пассажирско-транспорт автомобильных дорог Западной Казахстанской области, в связи с ухудшением гололеда, закрытое движение на 10 автомобильных дорогах в области. Отметим, что в ближайшие дни характер погоды не изменится. На смену плюсовым температурам придут заморозки и затем снова потеплеет. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. Повреждения из-за гололеда составляют порядка 30% от общего числа травм, регистрируемых в больницах Уральска. Только в первые часы сегодняшнего дня в областной многопрофильной больнице зафиксировано 6 человек, пострадавших на тротуарах города. Врачи предупреждают быть крайне осторожными. Конец февраля, начало марта – самое распространенное время для получения травм на улице. Резкая смена температуры воздуха и ветер делают скользкими и дороги, и тротуары. Упасть на ровном месте можно и в нескольких шагах от дома. Я вышла из дома в магазин, поскользнулась и упала, повредила руку, очень больно. Теперь не знаю, что у меня – вывих или перелом. В таких случаях дорожные предприятия должны работать вдвойне интенсивнее. Но по состоянию тротуаров в центре города этого не видно. Большая часть пешеходной зоны ничем не обработана. Идти невозможно. Песком хоть бы чуть-чуть посыпали, чтобы люди не падали. В областной многопрофильной больнице порядка 30% повреждений зафиксированы, как травмы, полученные из-за гололеда. За февраль на 27 число включительно 506 человек обратилось в ветра, он подскользнулся и упал. Из них 12 человек было госпитализировано, 10 человек написали отказ от госпитализации. Остальным пациентам была оказана помощь в травмпункте. И они были отправлены на дальнейший амбулаторный этап лечения в поликлинике. Врачи призывают надевать удобную обувь и не спешить на скользких тротуарах. Марина Горбук, Наруан Кунашев, Рустам Джумашев, ТДК-42. Около 3 килограммов наркотических веществ изъято полицейскими Западно-Казахстанской области с начала текущего года. 15 тонн в результате правонарушений изъято в сфере легального оборота наркосодержащих препаратов. Всего за 2 месяца текущего года Управлением по борьбе с наркопреступностью зарегистрировано 38 наркоправонарушений. 12 из них составили преступление, за которое грозит наказание в виде лишения свободы. От 5 до 10 лет лишения свободы это по 297 части 1 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это хранение с целью сбыта, для сбыта наркотических средств. В Костанай обнаружена незаконно работающая майнинговая ферма. Во время обыска ее нашли сотрудники экономических расследований. Два контейнера с цифровым оборудованием находилось на территории частной фирмы. Всего обнаружено около двух сотен единиц спецоборудования. С ноября прошлого года потребление электроэнергии на предприятии резко увеличилось. Как выяснилось, компания без соответствующей лицензии продавала электроэнергию майнерам. С ноября прошлого года по февраль текущего года резко увеличилось потребление электроэнергии. В ходе обыска обнаружено два контейнера с оборудованием для майнинга, предназначенных для добычи криптовалюты. Предполагаемая сумма затраченной электроэнергии составляет около 32 миллионов тенге. Сейчас ведется следствие по статье 214, часть 1. Незаконное предпринимательство. Майнерам грозит до двух лет лишения, либо ограничения свободы. Нина Шапой, Елена Досова, Андрей Сысоев, ТДК 42, Костанай. Более двух тысяч услуг оказано западноказахстанцам на дому сотрудниками цонов в 2021 году. Но, как отмечают специалисты, не каждый желающий может вызвать сотрудника филиала правительства для граждан к себе домой. При каких условиях и кто может воспользоваться услугами цона на дому, разбирались наши корреспонденты. В филиале госкорпорации правительства для граждан сообщили, что услуги цона на дому оказываются по всей стране. Вызвать сотрудника на дом и оформить необходимые услуги могут граждане, испытывающие проблемы со здоровьем. Это люди, в том числе и дети, имеющие инвалидность первой и второй групп, ветераны войны и люди с особыми потребностями. Для вызова сотрудника цон на дом клиенту или его опекуну необходимо позвонить в колл-центр по номеру 1414 и оставить заявку на получение данной услуги. После приема запроса операторы цон свяжутся с клиентом в течение семи рабочих дней и уточнят, все ли необходимые документы есть в наличии. Следом, они назначат дату и время для оказания госуслуги с выездом на дом. В день поступает около 15-20 заявок на данную услугу. Среди наиболее часто запрашиваемых госуслуг – выдача паспортов и удостоверение личности, обеспечение инвалидов обязательными гигиеническими средствами, также подготовка документов для оказания инвалидам протезно-орхопедической помощи. Сейчас, в период непогоды, вызвать специалиста на дом и получить необходимую услугу очень удобно, рассказывает участник ликвидации чернобыльской катастрофы. По состоянию здоровья тяжело самим передвигаться, поэтому обратились в ЦОН с просьбой оказать услугу на дому. Специалист приехал, оказал помощь в оформлении необходимых документов. Получили все услуги, не выходя из дома. Я инвалид второй группы, участвовал в ликвидации чернобыльской катастрофы. После того, как у меня возникли проблемы с передвижением, мы обратились к данному виду услуг. Очень довольны и благодарны. Стоит отметить, что сотрудники ЦОН выезжают клиентам на дом во время пандемии, соблюдая все санитарные нормы. Тысячу тенге могут получить казахстанцы за сообщение о невыдаче фискального чека. Комитетом государственных доходов проводится акция «Гражданский контроль требует чек». Для участия в акции необходимо зафиксировать отказ от выдачи чека и торговую точку. Далее отправить видео с помощью бесплатного приложения «Вайпан Кэшбэк». Сообщить о фактах невыдачи фискального чека или отказа в приеме оплаты по оплатежным картам можно, скачав мобильное приложение «Вайпан Кэшбэк» в App Store или Play Market и получить вознаграждение в размере тысяч тенге в случае подтверждения факта невыдачи фискального чека либо отказа приема банковской карты. В Уральске прошел открытый турнир по каратэ до шатакан среди детей и подростков. Мероприятие организовано в рамках послания главы государства, поручившего развивать детский и массовый спорт. Организация турнира проводилась тренерским составом Национальной федерации каратэ до по Западно-Казахстанской области. Мы находимся на открытом турнире по каратэ до шатакан, где на татаме соревнуются около 100 смелых и отважных спортсменов. Основная возрастная категория каратистов это от 6 до 17 лет. Каратэ является не только боевым искусством, но и системой физического и духовного развития. Организаторы турнира сообщили, что состязание проводится в целях развития данного спорта в регионе. Цель и задачи нашего городского турнира это популяризация здорового образа жизни, обмен опытом среди детей, юниоров, подготовка к более высшим соревнованиям, как например чемпионат области, чемпионат республики, отбор кандидатов. Ну и популяризация здорового образа жизни среди молодежи. Искусство самообороны шестилетний Ерлан Яролы постигает год. Является призером и обладателем желтого пояса. Этот цвет присваивается тем спортсменам, чей дух, понимание и технические навыки только развиваются. Занятием каратэ мальчик уделяет внимание три раза в неделю. Азека мне помогала найти каратэ. Кем еще тебе нравится каратэ? Мне нравится, что мы там делаем приемы. Два раза участвую. Два раза? У тебя есть уже награды? Да. Две награды по каратэ. Кроме каратэ, ты чем еще занимаешься? Арифметикой, потом еще глиной. Юные спортсмены своими победами мотивируют сверстников заниматься спортом. В настоящее время в областном центре и функционируют шесть секций по каратэ Душатухан. Это один из основных стилей каратэ в Японии и мире. Альбина Каленова, Виктор Прутков, Рустам Джумашев, ТДК-42. Это были все новости к этому часу. Смотрите нас в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание и до встречи в следующих выпусках. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спонсор прогноза погоды – магазин «Ковры на Шолохово». «Ковры на Шолохово» – это роскошная изюминка любого интерьера. Наш адрес – город Уральск, улица Шолохова, 7Г. Телефон – 8705-992-0207. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Спонсор прогноза погоды – магазин «Ковры на Шолохово». «Ковры на Шолохово» – это роскошная изюминка любого интерьера. Наш адрес – город Уральск, улица Шолохова, 7Г. Телефон – 8705-992-0207.